Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык», том 10 вопрос, 2393. Сколько лет я ходила в Покровский собор, но так ровным счетом ничему и не научилась, хотя выстаивала все службы при больных ногах. «Сейчас хожу к адвентистам и столько узнала полезного для души. Разве нельзя было сделать службы более понятными?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос стоял перед многими и давно. Вот что опубликовали недавно сторонники мертвого церковно-славянского языка в книге «Богослужебный язык русской церкви». К. П. Победоносцев «Сокращения богослужений давно уже указаны потребностью приходской жизни и допускаются повсюду на практике в мере, соответствующей потребностям жизни, местному обычаю и желанию прихожан. Ощущаемая на практике отяготительная продолжительность богослужения происходит от чрезмерного усиления внешней обрядности. Немалая вина в этом деле лежит на диаконах, до чрезвычайности растягивающих богослужения и щеголяющих голосом, который у неискусных и невнимательных нередко превращается в рев, нарушающий тишину и благоговейное настроение собрания. Растягивая до крайности произношения их тени, чтения апостола и Евангелия, такие диаконы нередко превращают церковную службу в какое-то лицедейство, отвечающее вкусу одних невежественных любителей чрезвычайного крика. В особенности это искажение служебного чина проявляется в соборных храмах, куда нарочито привлекаются, особенно на праздничные дни, протодиаконы, поражающие своими голосовыми средствами. А архиерейское служение, изобилующее обрядностью, подобные диаконы отягощают до крайности. Крайняя небрежность диаконов в произношении их тени с привычкой спешить и глотать целые слова и фразы, равно как и небрежность причетников в чтении, не только искажают службу, но и лишают ее молитвенного значения, превращая в бездушную механику. Максим Грек, восхваляя усердие русских к церкви и набожность, горько печалился о том, что эта набожность выражается лишь во внешней обрядности и внешних украшениях церкви, не отражаясь в нравах, в жизни и деятельности в церковном благочине. Постановления собора без сомнения обращены были к исполнению, но не видно, чтобы привел к прекращению церковных неустройств, ибо в течение всего 17-го столетия повторяются и на соборах, и в местных распоряжениях епископов жалобы на те же неустройства и о поставлении на приходы обученных священников. Но и взять последних было неоткуда. И училища при церквах, коих требовал стоглав, не заводились. Священнические места нередко передавались по наследству, иногда совсем безграмотным, знавшим только по памяти необходимые молитвы, хотя по правилам запрещено было рукополагать неумеющих читать. В сельских приходах нередко знающим службу и грамоту считался только дьяк, он же и писарь, превратившийся после в дьячка. И патриаршее правление не принесло существенных улучшений ни науки, ни благочиния. Богослужение все превращалось во внешнюю обрядность, доходившую до того, что службы совершались многогласно, то есть на разные голоса совместно вычитывалось и выпивалось все в беспорядочном шуме язычном. Лишь бы только никакая часть устава не оставалась невыполненную. И с этим безобразием боролись церковные власти в течение многих лет, доколе не прекратилось наконец многогласие. Но наряду со всем этим безобразием увеличивалась повсюду в соборных храмах и в архиерейских служениях обрядность, пышность и продолжительность богослужения. Известные записки о пребывании в Москве антиохийского патриарха Макария представляют подробную картину праздничных богослужений, длившихся по восьми и более часов. Картину поражавшую азиатскую пышностью облачений и изобилием обрядностей. Все мнения настаивают на непонятности богослужебного языка для народа. Так, богослужение, внимательно исполняемое, служит у нас само по себе единственную и самую действенную школою закона Божия для народа. Темнота некоторых песнопений зависит не от языка, а от тяжелой конструкции греческой фразы, выражающей восторженную молитвенную хвалу или имеющей таинственное значение. Перевод 70 не считали богодухновенным Ориген, Иероним, Митрополит Филарет и другие. Златоуст о нем не упоминает даже. Русский перевод Библии с еврейского, а не с греческого 70 является молчаливым игнорированием текста сего. Первое послание к Коринфянам 14.19 Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Ниемия 8.8 И читали из книги и закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Первое Коринфянам 14.11 Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Не знание бесполезного есть знание, что дом твой заперт от чужих гостей. Не худо, если не войдет к вам Каин, дух злобный, что зовется Осмодей. Полезное приобретай за деньги, за вечное отдай и серебро, и злато. Что неожиданно целительно заденет, качнет в упор сегодняшним пилатам. Придется время оторвать от сна, усталость отодвинуть, укрепиться. С трудом допустит это сатана, не допуская Богу поклониться. Перелопатить там, где слышал, есть зерно. Завалы из чужих смешных историй. Найти среди мусора полезное кино, где, привлекая к Богу, смотрят в корень. Писатели, артисты, режиссеры за заработки бьются, извиваясь. Заказ масонов нам поставить шоры. Путь до гиены прочертил их палец. И не желай, чтоб посмотреть те фильмы, где путь христианину не показан. Там воздух, зараженный сексапилен, волной зловонную стал и экран заразный. Вдыхайте полной грудью чистый воздух, евангельских сюжетов и коллизий. Примеры все библейские на пользу, духовные они и нам сегодня близки. Зачем же тратиться на выдумки и сказки, блудливых суесловов заграничных? Их лицедейство приросло к их маскам. Послушаем Христовы словеса и притчи. Сегодня телевизор злейший враг. Рогатый развратитель молодежи, ревнители их сбросили во враг. С кем поведемся, на того похожи. 5 сентября 2004 год. Игнатий Лапкин